47 Ронинов Народная японская легенда, основанная на реальных событиях, рассказывающая о бывших самураях, которые дали клятву отомстить придворному Сёгуну за своего даймё, отказавшегося платить взятки и плясать под коррумпированных придворных. Героическая миссия, на которую воины положили свою жизнь, полностью отказавшись от всего, что было им дорого, и осознавая, что в конце их не ждет ничего, кроме разгромленной репутации и смерти через Харакири. Это очень выразительная история, чтобы не устоять перед соблазном попробовать её показать в различных медиа. Что, собственно, и происходит, и такой же идеей загорелся Майк Ричардсон, основатель Dark Horse Comics, который написал сценарий к одноимённому комиксу под руководством Кадзу Койке и объединившись со Стэном Сакаем, исполнившим роль художника. По итогу, что тут скажешь, мы получили тщательно проработанную и отлично проиллюстрированную мини-серию об этой масштабной саге о чести и брутальности во всём её величии, происходящей в 1700-х годах. И знаете, меня поражает то, как показан поступок Ронинов в этой книжке, где всё происходящее не подаётся как какой-то героизм, а больше как образ жизни, показывающий, что честь для самураев превыше всего. И нельзя отказываться от своих устоев и принципов ни за что, и ни при каких условиях. Это весьма детальная работа, здесь много внимания уделяется межличностным отношениям, ведь слуги должны отказаться от прежней жизни, их поступки принесут слёзы их близким, а им только погибель. Но это удивительно, пусть при прочтении заметно, что Ричардсон не слишком-то много уделяет внимания выписыванию личности персонажей. Они плосковатые, суховатые, но понятно, почему это было сделано, ведь подобные люди, ставшие символами, легендами, в таком статусе их довольно трудно рассматривать как обычных людей. Самое большое внимание уделяется семье Асана, которому служат самурайские воины, как раз чтобы мы могли проникнуться им, сблизиться и понять, почему воины готовы пойти за ним даже после его смерти, заплатив за это высокую цену. Поэтому, думаю, здорово, что сценарист направил это всё больше в сторону чего-то возвышенного, из-за чего комикс читается очень легко и трогает читателя. Собственно, того же придерживался и Стэн Сакай в визуальном стиле, вдохновлённом гравюрами Агаты Гекко. История эта серьёзная и чертовски страшная. Если бы ещё она была подвана в каком-нибудь сверхреалистичном детальном рисунке, то мы получили бы какой-то безумный 18-плюс слэшер. Но этот комикс не преследовал такую цель. Поэтому простота визуала — это безошибочный вариант. И он направлен на то, чтобы сгладить происходящие события, сделать их более лёгкими для восприятия, опять же, повторюсь, двинуть в сторону чего-то более возвышенного, не скатываясь до чернухи. Поэтому мультипликационный, но самобытный и изысканный стиль Сакай здесь подошёл идеально. Художник умудряется быть выразительным на этой истории, уделять чертовски много внимания архитектуре, одежде, предметам интерьера, движениям с мечами. Работа была проделана просто колоссальная. Раскадровки вышли вполне сдержанными, но работа с перспективой и кадрами очень хорошая. Это работает с таким динамичным сценарием. Язык тела и эмоции переданы на страницах прекрасно. Даже не читай текст, вы понимаете сущность персонажа. А постельные цвета придают происходящему мягкость и красоту. Давайте, чтобы мои слова не были сугубо положительными, я вкину 5 копеек и в другую сторону. Лица можно было сделать и разнообразнее. Но по итогу хочется сказать, что комикс вызывает очень тёплые чувства. Это довольно жестокая, прискорбная и кровавая история. Весь комикс пронизывает грусть, но он не воспринимается бездумным насилием. В нём чувствуется благородство, честь, доблесть и героизм. Поэтому обязательно попробуйте. Думаю, в этом комиксе каждый найдёт что-то сугубо для себя.